Очисти нас всякий скверный и спаси блаже души наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Всю Святую Святому Духу и Великобританию, Водитель и Витополе, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грести, Наша Владыка, прости беззаконие, наши святые посетители, Великая Духа Радик, Господи, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И военных, если среди них были такие верующие, даже тайные христиане, а кто-то про них рассказал, то и их убивали Вот так началось правление императора Дегия Женщина это мужчина или ребенок, знатный или бедный, ни для кого не делалось поблажки Щадили единственно тех, кто отрекался от Христа и приносил жертву языческим богам Представьте, как это тяжело, это нам кажется, вот они какие нехорошие взяли, отреклись и принесли жертву Это нужно было бодрствовать и молиться, чтобы Бог дал сил, просить у Бога вот этой силы, потому что даже просто пальчик мы где-то обрежем Кто-нибудь резал пальчик нечаянным ножом? Или обжигался? Или упал, коленочка долго болела? Это больно А когда мучают за Христа, там не только пальчик, там и пальчик полностью отрезают И такие страдания приносят человеку, чтобы он отрекся И только очень глубоко верующие, сильные в молитве, надеющиеся не на свои силы человеческие, а только на помощь Божью, вот только они и могут устоять Возможно, нас тоже ожидают гонения И устоять, вы знаете, что это, вот кажется, я устаю, я буду терпеть и буду со Христом Ничего вы не знаете, никогда не надейтесь на то, что я устаю, я все смогу Ничего не сможешь без Иисуса Христа Слышите? Только помощь у Бога просить, только силы все это вытерпеть Чтобы не отречься от Христа и вот так вот не принести жертву идолам При парку провинции, где располагалось теление Кампсада Аквелину Донесли, что святой Хрифом беспроязненно исповедует христианскую веру Вот представьте, он не только был христианином, он не затаился, он еще и исповедовать продолжал Некоторые, я думаю, что были христианами, но они хотели хоть тихонечко, вот это время отсидеться, чтобы не пострадать Чтобы их не убили, их семью, детей не убили А он даже не стал молчать, он несмотря на все, что происходило вокруг, он продолжал исповедовать Христа Христианскую веру, как будто слово императора ему не указ Хуже того, он обходил окрестные города и селения, врачевал больных, призывая непоколебимо стоять за веру Христову Были посланы воины схватить святого Узнав, что его ищут, Трифа не побежал прятаться у знакомых Не кинулся скрываться в горы, чтобы в укромной пещере пересидеть гонения А сам вышел к воинам и, осенев себя крестным знамением, протянул руки для оков Представьте, как он смело пошел Дай Бог нам такую веру, такое терпение и мужество А главное веру такую есть Аквелин расположился в Никейской цитадели Что значит расположился? Аквелин расположился в Никейской цитадели Можно Цитадель это в крепости В крепости, а что значит расположился? Вот он что-то сделал, мы читаем, расположился Что такое расположился? Я думаю, он там остался, там построил себе какую-то палатку Правильно, правильно. Место такое, да, в себе для временного как бы жилья, пока все это происходит, пока ему приказ был издан всех христиан гнать. Как гнезда орла стервятника, вылетающего на добычу, выселась крепость над округой. Трифона подвели, как вели мы, восседавшему на помосте в окружении стражи, военачальников и прочей челяди. «Кто ты такой?» – спросил святого римляне. «Назови свое имя, где твое Отечество и кто твоя фортуна?» Тут вот пояснение автора. Фортуной римляне называли гения или духа, который по их верованиям сопровождает человека в жизни. Понятно, о чем я говорю? То есть что-то сопровождает человека, что-то вдохновляет его на вот эти подвиги. И, к примеру, у этого даже мученика Трифона. Что тебя вдохновляет? Почему тебе не страшно? Отчего у тебя такая идея? Понимаете? Что, любят? Это как ангел-хранитель. Это не как ангел-хранитель. Это вот, понимаешь, был фильм «Иуда Бенгур». И там были такие слова. Смотрели многие из вас, да, и были такие слова, что идею победить невозможно. Идею. Понимаете? Были христиане, у которых была идея, у них была вера. А римляне это воспринимали как фортуна. Что тебя сопровождает? Почему ты такой смелый? Что тебя вдохновляет на эту смелость? Понимаете? Трифон ему отвечал. Звать меня Трифон. Родом я из села Кампсады. А что такое фортуна, не знаю. Ибо жизнь моя управляется не фортуной, а божьим промыслом. Она не зависит от случая или от расположения звезд, как вы думаете. В жизнь я руковожусь свободной волей и служу одному Христу. Он моя вера, моя похвала и моя слава. Ты, очевидно, не слышал об императорском указе, что всякий, называющий себя христианином, должен умереть злой смертью. Образумься, оставь ложную веру, чтобы не быть брошенным вагон. Об императорском повелении я слышал, с достоинством отвечал юноша. Он даже не был никаким старцем, он был молодым юношей. Представьте, юноша, у которого вся жизнь впереди, мог бы жениться, ребятишки бы у него родились бы, и жить все припеваючи. Но он не пошел на это, он не оставил веру Христову, не отрекся ради временной жизни. С достоинством отвечал юноша, и желаю быть брошенным вагон, чтобы через муки соединиться с Господом моим Иисусом Христом. Епарх посмотрел на Трифона, и ему стала жаль цветущего юношу. Иногда и сердцем мучителей доступны человеческие чувства. «Трифон, принеси жертву богам!» — сочувствием сказал он юноше. «Ты так молод, красив, так разумно говоришь, что я не хочу твоей смерти, поверь мне!» Лишь тогда я обрету высший разум, когда сохраню свое сокровище — веру в Иисуса Христа. Для него самое главное в жизни была вера в Иисуса Христа. Представьте, какой любовью он горелся по Христу! «Что же?» — сурово нахмурился Аквилет. «Тело твое я сожгу огнем, а душу покорю лютым муком. Повесьте его на дерево и бечуйте, пока не обратились». Все знают, что такое бечуйте. Бейте. Правильно, повесьте и бейте, бечуйте. Святой угодник, не дожидаясь мучителей, сам добровольно сбросил в себя одежду и уже через мгновение висел на дереве, привязанной за руки. А палачи хлистали его справа и слева плетьми. Жестоко было истязание, но юноша не проронил ни стона. Представьте, он даже не пикнул маленечко. Вот когда вас наказывают родители, как вы начинаете там пикать? А его убили, и он даже не пикал. Это не смешно, любитешки. Да, я понимаю, там наказание больно. Все, ну, заслужили, заработали. Нужно выдержать это мужественно, без крика. Понятно? А святой его ни за что наказывали. Его били за то, что он верит во Христа. Дав знак воинам остановиться, Аквилен сказал Трифону. Одумайся, юноша, никто из противящихся воле императоров не избежит смерти. А я говорю тебе, отвечал Трифон, хотя по бокам его и спине струились кровь. Никто не избежит огня вечного и не получит жизнь вечную, если отвергнется от Иисуса Христа. Нет другого Царя Небесного, кроме Юпитера. Он, Отец Богов и людей, гневно вскричал Аквилен. Кто не поклоняется ему, не достоин жизни. Поклонись же, и ты снова вкусишь радость жизни. Вернее, назвать Юпитера отцом всяческого нечестия и безбожия, возразил епарху Трифон. Сначала он занимался чародейством и волшебством. А когда умер, люди воздвигли ему золотых и серебряных идолов, чтобы и самим было удобно подражать его злым делам. Как можно поклоняться бездушным идолам и не желать знать о Боге живом, который создал небо и землю, сотворил человека, чтобы тот чтил его одного? Ты закончил? — перебил мученика Аквилен, придумавший ему новую муку. Я отправляюсь на охоту. Не желаешь прогуляться со мной? Трифон молчал. Не ожидая от мучителя ничего доброго. Епарх дал знак слугам, и те быстро привязали юношу сбоку его коня. Представьте, у него и так спинка валела, как кровь текла. Он устал уже от этих мук. Его еще привязали к коню еще мучить. Аквилен тронулся с капуна. По неволе вместе с ним тронулся и Трифон. Забавляясь, Аквилен то ехал шагом, то вдруг пускал жеребца вскачь. Что было делать бедному страдальцу Трифону? Он то бежал рядом с жеребцом, то мчался с такой скоростью, что, казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Была зима. Мерзлая земля ранила ноги. Ступни Трифона покраснели от крови, и каждый шаг мученика отпечатывался текловавым пятном на земле. Разгоряченный скачкой кон случалось, наступал своими твердыми, словно каменными копытами на босые ноги Трифона. Аквилен изредка поглядывал на Трифона, ожидая, что он не вытерпит и взмолится о пощаде. Но юноша с громкой молитвой к Господу и его причистой матери мужественно вынес это испытание. «Ну что, упрямец?» спрашивал Аквилен. «Не додумал принести жертву родным богам или будешь по-прежнему безумствовать?» «Кто из нас безумен?» отвечал Трифон. «Ты, сидящий во тьме, или я, ведающий о свете?» Епарх в душе, девясь стойкостью юноши, которого могли бы позавизывать бывалые воины, сказал с досадой. «Да каких же пор будешь ты нечувствителен к мугам? Когда же ты почувствуешь боль мучений? А когда ты познаешь силу Христову, пребывающую во мне? Когда ты перестанешь искушать Святого Духа?» Вознегодовав на смелые ответы Святого, Епарх повелел снова повесить его замки на деревне, бить железными прутьями и сжечь свечами. Началась пытка, но недолго длилась она. Голову Трифона вдруг осиял чудный свет, как будто на его голову надели венок. Но не тот венок, какие носили римляне, из цветов или лавровых ветвей, осотканы из света. Пораженные этим мучителем, пораженные этим мучителем, попадали на землю от страха. Закончили? Да, давайте мы сейчас порепетируем, то, что мы будем на Пасху. Ой, на Рождество. Балина, иди садись, Витя. Потом мы продолжим, узнаем, что было дальше с этим... Трифоном. А это было после того, как он избавил для себя сестру императора. Да, да. Там же сказано, что тетя Гарина начала читать, что императора убили того, который был расположен к христианам, который разрешал христианам исповедовать свою веру. Понятно? И пришел другой, Деки, который ввел жестокие гонения на христиан. Власть сменилась, и все. Так же может и сейчас произойти. Власть сменится, и мы не знаем, как другая власть будет разрешать нам веровать, собираться вот в этом храме, молиться. Сейчас вот никаких гонений нет, мы свободно приезжаем, не прячемся, ничего. Ну, давайте. Мы споем вот эти две песенки, а потом еще кто-то захочет исполнять, какие песни там, с язей или по одному. Кто-то, может быть, хочет соло спеть. Так что готовьтесь, Василий. Наши любимые песенки мы споем. Раз вы просили Рождество и бимбонку. Так, где у нас это просили? Запивай. Я только в Малышатке. На лошадке самка И зимой, И на сердце сладко Побудет домой На лошадке звонко По духу звенит И лошадка резва Быстро по полю бежит Рождество, Рождество Вот Рождество Пусть звучит благая Весь судьбу, где мы есть Рождество, Рождество Это Тождество Сердце радостно поет Потому что Рождество Светлая дорога Колокол звенит О Христе Рожденном Миру говорит К небе загорелась Яркая звезда Это радость, это счастье Праздник навсегда Рождество, Рождество Это Рождество Пусть звучит благая Весь судьбу, где мы есть Рождество, Рождество Это Тождество Сердце радостно поет Потому что Рождество Мальчика плохо слышно Я, Нида, только губами Шевелить с Лерой вместе Так, Ника, ты слов не знаешь? Ты все время слова стали? Вот эту бумажку возьмешь себе Хорошо? Дроба ты знаешь? Им не надо Давайте бим-бом теперь Давайте колокольчики А Килина знает эту песню Давай, Килина, так певай нам Так, их растения запевай Колокольчики с меня Бим-бом, бим-бом О Христе нам говорят Бим-бом, бим-бом Ныне радость Рождество, Рождество Ныне праздник Праздник Рождества Бим-бом, бим-бом Свет остался на снегу Бело кругом Сани по снегу бегут Бим-бом, бим-бом Зимний вечер На дворе мороз Этот вечер Год рожден Христос Бим-бом, бим-бом Запомните, бим-бом Петь повыше чуть-чуть Как колокольчики Хорошо? Как мы с вами учили И не сильно надо так торопиться Слышишь, простите? Ты торопишься и всех за собой тянешь Чуть-чуть помедленнее Вот капельку, ладно? А то, кто не успевает Получается концовки сжеванные Где у тебя есть манусовка на дворе? И тогда я тебе вышлю послушаю Если я тебе подумаю Там с клеточкой так красиво Ну все, пойдемте А все, уже там заканчивается Там еще много Я думала, что там чуть-чуть А все еще просто Сначала поднимите Вот Девочек маленький Держитесь за ручки Дойдите вместе Исправи нас Слава Виталий Слава Виталий Души наши Святители Слава Виталий Исправи мы Слава Виталий Исправи нас От всяких Извольных Золоболитней Зади нас Святыми Твоими Ангелами Дополчениями Соблюдай Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристно и во веки веков. Аминь, Честнейшую, Херувьем и славнейшую, без сравнения серафим, Безысление Бога, Слова Родшую, Сущую, Богородицу, Тя величаем, именем Господне и благослови, Отче, Аминь, Господи, Господи, Сил и все твари садителю, и жизнь милосердия, беспрекладные милости Твои, я единородно, Госына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спас славы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзавы, и победивый тем начало и власть тьмы, сам Владыка Человеколюбший, приеми нас грешных благодарственной себе молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобительно насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоем плоти нашей, не уклони сердец нашей в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязвий души нашей, так Тебе, всегда взирающий, ежи от Тебя светом наставляемый, и Тебе неприступно бы пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание благодарения высылая, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятим и благим, и же творящим Твоим Духом, ныне и пресны во веки веков. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресны во веки веков. Благословено Царство Отца и Сына 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 и Сына. Благословено Царство Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына. Благословено Царство Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына. Благословено Царство Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына. Благословено Царство Отца и Сына 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 и Сына. Благословено Царство Отца и Сына 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 и Сына. Благословено Царство Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына. Благословено Царство Отца и Сына и Сына и Сына и Сына и Сына. Благословено Царство Отца и Сына 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 и С Аминь, благослови Душа моя Господа, благослови Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, имя Святое Бог, благослови Душа моя Господа, И не забывай всех воздая Него, очищающего вся беззаконие Твоя, Иисполяющего вся недуни Твоя, избавляющего от искрения живот Твой, Вмечающего, тягот милостью, ищет ротами, Исполняющего благие желания Твоя, Главное лицея, глобная юность Твоя, Главное лицея, благослови Душа моя Господь, Иисусу всем обидимым, Исказал, учи Свою моей селой, Слегал, и краю, ищение Своя, Слова моя Господь, Иисусу всем обидимый, Ист、 Иисусу всем обидимый, Иисусу всем обидимый, Иисус, как истов и благослови Душа моя Песня. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Богу! Говори, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Говори, Душа моя, Господа, вас хворю, Господа, в животе мое, по любому моему дому, где же есть. Не надейтесь, как князина, Сыны Человеческие, в них же не спасение, и зыдите Дух Его и возвратиться в землю свою, а день погибнутся по мышлению Его. Блажен Ему же Бог, как и помощник Его, упоманило на Господа Бога Своего. Сотворшее на небо и землю, море и сияже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу обчущим. Господь решит окобавные, Господь мудряет степцы, Господь возводит незвежимые, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сиро их даву примет, и путь грешных погубит. Оцарится Господь вовек, Бог Твой сегодня в род и род, имени, пристои на веки веков, аминь. Единородный Сын и Слове Божьей, бессмертенцы, и из воины спасения нашего родить, воплотитеся в Цветы Богородицы и Пресноделы Марии, непреложного человечивейся, растныся же в весте Божьей смертью, смех поправы. Единцы, святые троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи, плати миром Господу, помолься. Господи, помилуй. Сохрани нас, Божи, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Господи, благословищество нашу Богородицу, Христос Деву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе друг друга, весь живот нас, Христос Богу предадим. Тебе, Господи. Тебе, Господи, любит Бог и си Тебе славу, восстилай Матчу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресной, во веки веков. Аминь. Песня. В Царстве Твоем помяни нас, Господи, верно, придешь и во Царстве Твое. Блаженный нищие Духо, Якоти, Сарство Небесное, Блаженник плачущий, Якоти, утешатся, Блаженник родцы, Якоти, наследят землю, Блаженник плачущий, Жаждущие правды, Якоти, наследятца, Блаженник милостивий, Якоти, помилований будут, Блаженник чистые сердце, Якоти, богову зрят, Блаженник миротворцы, Якоти, стынами Божьей нарекутся, Блаженник плачущий, Якоти, Сарство Небесное, Блаженник плачущий, Блаженник плачущий, Якоти, знамник плачущий, Trek-плачущий, Веселитесь, якомсда ваше много на небесе, мудрость прости. Видите поклонницы и преподемка Христу, спасены, Сыне Божий, воскресы, измертвы поющий оттит. Аллилуйя! Воскресе Христос, Бог, дарует мне, родитель и милость. Спасибо, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные дары, и Твое, сохраняя Христом Твоим жительством. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне и присвои в веки вековами. Слава Твою, Сыне Божий, и благослови дарует мне, и благослови дарует мне, и благослови дарует мне. Слава Твою, Сыне Божий, и благослови дарует мне. Слава Твою, Сыне Божий, и благослови дарует мне. Слава Твою, Сыне Божий, и благослови дарует мне. И Духови Твоему прокимен глаз четвертый, Яков, возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Яков, возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Благослови дарует мне. Благослови дарует мне. Слава Твою, Сыне Божий. Как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших, Господу, и Духови Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На лице и уст.